Так, все, запись есть. Сегодня мы говорим, третий день нашего вебинара, мы будем говорить про мобильные приложения. Вот, это такая тема тоже часто используемая среди наших клиентов, и не все до конца понимают реально, как это настраивать. Очень много бывает вопросов таких спорных. Клиенты приходят, хотят сделать одно, не совсем понимают, как правильно Китара должен работать именно с мобильными приложениями. Поэтому на сегодняшнем вебинаре мы это рассмотрим. Мы рассмотрим две схемы, они немножко будут отличаться. Мы начнем с партнерки Клик Лид. На их примере я покажу вам, как подключать Китара в партнерку. То есть, если партнерка вам дает прилу, и при этом у партнерки есть свой трекер, своя трекинговая система. И вторым кейсом мы разберем, если партнерка, точнее, извиняюсь, не партнерка, если вы просто арендуете прилу на стороне у какого-нибудь стороннего сервиса, или, возможно, даже пишете прилу самостоятельно, как правильно это все сделать. Ну, конкретно, если вы самостоятельно пишете, я не покажу, конечно, у нас конструктора нет. Но на примере Magic Apps, я думаю, те, кто работает с прилами, должны знать этот сервис, покажем, как это все работает напрямую, когда дистрибуция идет прямо из прилы, прямо в трекер. Давайте сейчас расшарю экран. Так, секундочку, все открою сначала, чтобы у вас все было. И мне Zoom дал возможность выбрать это все. Сейчас открою сначала Клик Лид. Так, я на месте. И давайте сразу открою Magic. Так, Magic Apps. Так, Magic Apps есть. Хорошо. И в другом браузе откроем Guitar. Guitar есть. Все, сейчас, секунду, подключу окна все. Так, Share Screen. Делаем. И выбираем Basic. У нас Tracker. Magic. Magic у нас в Safari. Хорошо. Хорошо. Все, по идее, достаточно. Смотрите, здесь получается у нас... Давайте я сверну вот так. Вот так вот сделаю. То есть, у меня будет немножко видно. Два окна. Здесь у нас Клик Лид и Magic Apps. И трекер показываю. Все как обычно. Visual Studio сегодня не будет. Код мы клацать не будем. Напишите, пожалуйста, в чате. Окна видно нормально. Скажите, запись вебинара будет доступна, потому что по этому гайду подключать прилу к вам. Да, конечно, будет доступно. Да, все будет на YouTube. Уже на нашем канале. Сейчас брошу сюда ссылочку. Вот. У нас все есть. Мы выкладываем. Два предыдущих вебинара тоже выложили. Потому что я смотрю, народ потихоньку досматривает это все в записи. Вот. Вот у нас понедельничный вебинар. Вчерашний вебинар выложили 4 часа назад. Вот я сюда ссылочку оставлю. Можете подписываться, заходить, смотреть. Много обучающих видео разных. Все есть. Подскажите окна. Напишите кто-нибудь плюсик там по возможности. Все видно? Все, спасибо. Хорошо. Все, давайте стартую. Начнем с клик-лида. Смотрите, в чем основная суть, в принципе, вообще фундаментальная. Фундаментальная суть настройки приложения и кейтара. Независимо от того, откуда вы берете приложение, как вы хотите с ним работать, суть заключается всегда сводится к одному. У вас при открытии приложения должен сработать вызов кейтара. И тогда вы сможете через гитару настроить все направление. То есть, как работает классическое приложение? В нем есть какая-то игра, допустим, условно, игра-заглушка, которая в нем основа. И есть контент, который срабатывает после прохождения модерации. Ну, точнее, там настройка как? Там идет и контент, который срабатывает либо при вхождении по диплинку, либо там по специальному неймингу. И поэтому в момент, когда у вас идет уже разработчик сделал прил, и он оставляет вот это окно, где должна произойти замена контента вместо игры, игры-заглушки, которая там стоит. В этот момент у вас должен вызваться кейтара. И осуществляется это вся двумя способами. Либо вы просто вызываете кейтара, то есть дергаете URL, и сразу трафик отправляется в кейтара. Либо у вас есть встроенный веб-ю, и в веб-ю есть какой-то лендинг, какая-то посадочная страница. И на этой посадочной странице будет ставиться код интеграции, и этот код сделает вызов на трекер, и, соответственно, из трекера загрузит контент на ваш веб-ю. К сожалению, у нас сегодня не получилось достать приложение, в котором мы можем было показать именно интеграцию кода. Но в любом случае я покажу просто, какой код брать. Опять же, это интеграция клиент-пхп. Мы ее уже с понедельника рассматриваем. Она как бы у нас основа всего. Мы сейчас рассмотрим вариант с прямым вызовом URL, то есть на прямом, когда дергается кейтара. Уже в конце потом просто покажу, какой вариант есть, чтобы можно было дергать именно сам контент из кейтара на ваш веб-ю. Хорошо, давайте возвращаемся в ClickLead. И тогда начнем отсюда сразу. Итак, представим, вы хотите работать с этой партнеркой, и решили здесь взять какой-то оффер, разумеется. Вы заходите в список офферов. Вот у меня есть тут уровень доступа доступный. Тут парочка была готовых, на которые не нужен был опруф. Я вот с ними буду работать. Естественно, вы выбираете любой нужный вам оффер. И создаете под него поток. То есть получаете ссылку. Создаете поток. Там пишите условно поток, тест, например. Выбираете источник, который здесь доступен. И смотрите, выбираете, допустим, лендинг. Ну, условно, здесь может быть список лендингов. Лендинг – это непосредственно то, как будет отображаться оффер. То есть по прямой ссылке. Вот он наш оффер. Хорошо. Все, в принципе, да, поток создали. Как бы по классической схеме, по классической, вы должны ссылку потока, который вы получили, вы должны ее добавить в Китара, как оффер. Но конкретно с Криклид, вот почему выбрала эта партнерка, потому что, в принципе, с ней достаточно много клиентов работают. Но у них настройка немножко отличается. Она такая для них проще, для клиента в чем-то сложнее. Ребята работают через свое трекинговое решение, поэтому у всех ссылок, то есть когда вы работаете через предложение, у всех офферов будет единая ссылка. Эта ссылка, она выглядит… Вы можете запросить ее у менеджера. Вот, я ее уже добавил в трекер просто специально, для того, чтобы сейчас не тратить на это время. Смотрите, она выглядит вот так. Вот, это база. То есть в трекере вы создаете новый оффер, подключаете к офферу обязательно шаблон Криклид, вот, и берете у менеджера базовую ссылку. К этой базовой ссылке у нас уже из шаблона автоматически добрасываются нужные параметры. Смотрите, вот эти параметры, видите, клик-клик-айди, клик-клик-клик-айди, потом просто клик-айди и партнер-трекер-айди. Это параметры, которые нужно передать обратно в трекинговое решение партнерки, то есть пробросить через китара. Сейчас, секунду, в чат пишут. Запись будет? Запись уже идет, да, запись будет. Вот. И саб-айди, вот наш, да, вот он клик-айди, саб-айди. Это, естественно, саб-китара, то есть мы всегда в макросе саб-айди, мы генерируем саб-китара для того, чтобы передать его дальше и потом получить валидный постбэк. То есть по входящему в китара нашему саб-айди, он же клик-айди, мы получим, мы сможем записать валидную конверсию. Китара найдет свой клик и на клик повесит конверсию. Итак, смотрите, мы берем ссылку в мануале или у менеджера и ставим ее сюда. Подключаем шаблон и обращаем внимание на те параметры, которые мы будем передавать. То есть мы будем передавать клик-лид, клик-айди и забирать значения этого параметра из первого саба. Видите, саб-айди 1. И точно так же вот здесь партнер трекер-айди, саб-айди 2. Это важный момент, на это стоит обратить внимание. Значит, если мы будем из них забирать, значит, нам нужно эти значения в параметрах компании заполнить. Хорошо, сейчас мы к этому вернемся. Здесь сохраняем и создаем новую компанию. Переходим в компанию. Создаем новую компанию. Допустим, напишем клик-лид 1 условно. И здесь в компании мы подключаем наш оффер, который мы только что создали. Сейчас уберу отсюда. Вот он, клик-лид, оффер. Все, есть. Возвращаемся, точнее не возвращаемся, переходим в параметры компании. Смотрите, так как у нас был саб-айди 1, саб-айди 2, мы должны их от кого-то получить. Мы для этого обратимся, сейчас скажу, обратимся мы в справку клик-лида. Ну, выглядит это вот так. Смотрите, в чем суть. Здесь в клик-лиде мы должны перейти в трекеры и добавить наш китара. Здесь в самом начале мы берем ссылку нашей компании. То есть мы в клик-лид покажем, что трафик, который будет идти через приложение, мы должны направить в китара. В китара, естественно, значит, ссылка компании. Мы берем отсюда значение, вот ссылку компании нашей. И здесь создаем ссылку для источника, то есть в которую у нас будет идти трафик из прилави. Мы возлеставляем значение китара, то есть нашей компании. И дальше смотрим. Клик-лид, клик-айди равно клик-айди и партнер трек-айди равно. Ну, партнер трек-айди вам скажет менеджер, это статическое значение, оно равно вашему значению вот идишнику, который вы заводите в системе. Клик-лик-лик-айди, вот этот клик-айди, он генерируется автоматически самим приложением, то есть на стороне клик-лида, прилаги, которые идут вам в аренду. И вы его должны передать на трекер. То есть смотрите, когда у нас будет запрос на трекер, вот на трекер придет клик-лид, клик-айди равно какое-то значение. Это значение подставит клик-лид сама партнерка, потому что мы будем получать трафик через их прилу. Соответственно, мы название параметра, название параметра, мы должны записать у нас в трекере. И записываем мы его как первый сап, потому что если мы обратимся к настройкам оффера, то мы увидим, что клик-лид, клик-айди мы обратно в клик-лид им же вернем через первый сап. То есть мы его получим, через трекер транзитом проведем и отправим его дальше. Все, клик-лик-лик-айди записали. И у нас партнер трек-айди, можем его записать динамически, можем статически, без разницы. Можем вот так поставить, просто тоже партнер трек-айди. Он через клик-лид, когда пройдет, он придет нам как значение 244, потому что вот здесь у меня айдишка 244. И мы его в оффер прокинем и вот здесь обратно отправим в клик-лид. То есть какая схема? Получается в клик-лиде, в прилу попадет какой-то трафик, например, из Фейсбука. Этот трафик попадет потом дальше по ссылке оффера, которую мы обозначили в клик-лиде. Вот она, ссылка нашего, ой, я извиняюсь, ссылка нашего источника. Вот, вот она вот здесь. Оставится в трекерах источник. Этот источник мы подключаем к нашему потоку, вот здесь. В настройках стрима этого, нашего оффера, который мы сегодня рассматриваем, мы подключаем вот здесь этот кейтаро. Для чего? То есть трафик пойдет через прилу на кейтаро, в кейтаро у нас оффер и мы по одной базовой ссылке клик-лида отправляем им обратно наш клик вместе с параметрами, которые им нужны. И они уже у себя, они у себя, смотрят на эти значения, которые мы им передадим и смотрят вот здесь на ссылку, которая в потоке и уже по этой ссылке откроют по нашему клику нужный оффер. Немножко сложно, запутанно, но это просто потому, что они работают через свое трекинговое решение. мы прогоняем клик через кейтаро, с кейтаро отправляем его на клик-лид, с клик-лида уже они вам отпоказывают оффер. Если бы этого не было, то просто ссылку самого потока мы бы заводили в трекер как оффер, вот здесь в настройках оффера, и отправляли бы дополнительно нужные параметры. Смотрите, сейчас открою чат на секунду. Прилу подключаем или СПП. Прилу сейчас своя. Я извиняюсь, СПП. То есть ту Прилу, которую нам менеджер даст. Сейчас рассматриваем. Во второй части вебинара рассмотрим кейс, когда вы арендуете вообще стороннюю Прилу, например, на примере Magic App показываем. Все, здесь мы сделали всю настройку, теперь смотрите, что остается. Остается всего ничего. У нас есть настроенный оффер с потоком, к нему подключен наш трекер, и нам остается просто этот поток, ну видите, я не могу нормально сделать, потому что менеджер Приклида за целый день не смог заапрубить ссылку Кейтара как трекер. Ну, не принципиально, настройка остается та же самая. Нам остается просто получить ссылку, мы выбираем мобильное приложение, здесь в списке доступных приложений, которые Алекс не расшарил мне, будет Прилу, и вы в эту Прилу заворачиваете свой поток, который мы создали, и получаете диплинк. Все. Дальше уже в диплинке какие нужны параметры ставите, и если вы хотите что-то получать дополнительно из диплинка, то есть какие-то свои метки, вам нужно вернуться в ссылку источника, вот здесь ваши трекеры, источник Кейтара, и вот здесь дописать по тому же принципу, то есть у нас, видите, вот здесь пойдет клик-айди, у нас идет партнер трек-айди, и нам нужно вернуться в конец ссылки, и здесь через амперсант дописать, допустим, там sub1 равно, и забрать его из значения, которое в диплинке завернется как какой-то sub, я не знаю точно как там sub или subID1, это менеджер уже вам подскажет, там есть мануал, более детально уже разберетесь, то есть поддержка непосредственно, там в каждой партнерке это отличается, но в чем основная суть, как я и говорил в самом начале, вы должны понимать, что вся работа сводится к тому, что когда в прилу, точнее, когда откроется прила, в ней должен сработать некий механизм, который дернет ссылку вашей компании Китара, то есть либо напрямую она дергается, либо открывается WebView с какой-то посадочной страницы уже, допустим, зашита, или, допустим, идет редирект с приложения на ваш сайт, на удаленный, и на этом удаленном сайте вы ставите скрипт, который вызовет так или иначе Китара, то есть все, что вы можете сделать при работе, при подключении трекера к приложению, это просто в приложение разработчику или самостоятельно дать ссылку, по которой будет вызываться контент из Китара, и через Китара, точнее и в Китара вы должны принять все метки, которые можете дать Прилу, то есть сам Китара никак не может забрать ваши метки из диплинка, из нейминга или из ФБ, то есть в любом случае передачей всех меток занимается Прилу, если метки не дошли до трекера, то либо в настройках вы неправильно их забрали, то есть надо смотреть запрос, который идет от источников Прилу и из Прилы к трекеру, либо сама Прилу их не передает, вот, это основа, которую вы должны понимать, потому что приходят клиенты и парятся на этом, заклинивают их, хотя уже, конечно, все больше клиентов разобрались, как с этим всем работать, но пока еще не все. Продолжаем запись, смотрите, второй Кейс, это когда вы работаете напрямую с арендованной Прилой, для примера взял Magic Apps, вот, мы как-то с ними настраивали Кейси, тоже, в принципе, хорошо делают, Прилы нормально делают, сервис у них в порядке. Как это все работает? Вы арендуете Прилу, вот, начинаете с создания потока, ну, это не принципиально, вот, то есть, интерфейс всегда будет отличаться, конечно, в разном, в разном сервисе, но суть в чем, вот мы дошли до выбора Прилы, то есть, мы берем там демоап, да, у нас для теста, и у нас есть ссылка на оффер, то есть, из Прилы будет какой-то оффер, этот оффер, это и есть наша компания в Китара, то есть, опять же, мы можем здесь переименоваться, и оффер, естественно, на который мы будем лить, в принципе, точно так же, смотрите, мы можем даже оставить, по большому счету, тот же самый пик лид, нам не принципиально, а, извиняюсь, нет, не можем, смотрите, потому что мы будем через их трекер лить, поэтому, что мы можем сделать, мы можем просто взять ссылку потока, элементарно, то есть, ну, представим, обычная, другая партнерка, вот мы создали оффер, в оффере получили ссылку потока, можем проверить ее, посмотреть, все, это наша ссылка потока, мы ее в трекере сейчас заворачиваем как оффер, просто там оффер переименуем, поставим ее сюда, здесь обязательно в affiliate network выбираем шаблон нашей партнерки, для того, чтобы передать все необходимые параметры, вот, сохраняем это все, и опять берем ссылку нашей компании Китара, и вставляем ее как оффер, все, то есть, из привы теперь будет переход на ссылку нашей компании, а из ссылки нашей компании уже откроется стрим, в котором будет наш выбранный оффер, создаем наш необходимый поток, и поток, просто с потока получаем диплинк, все, диплинк готов, этот диплинк мы можем брать и вставлять уже у себя в фейсбуке, касательно передачи меток, ну, например, на примере конкретно Magic Apps, они автоматически все метки передают, вы просто в диплинке потом дописываете вот так, в фейсбуке допустим там subid1 равно там какое-то значение, там имя байера, пусть будет Миша, я не знаю, и subid2 равно допустим там имя прилу, да, какой-нибудь там book оффрауд, словно, вот, и эти все метки они автоматически придут в трекер, то есть вы проверяете только название параметров, чтобы они совпадали с тем, что у вас здесь название в перечне параметров, если мы говорим про нейминг, если мы говорим про нейминг, то по большому счету суть та же самая, все равно вам нужно создать ссылку оффера, и вместо просто диплинка вы получаете нейминг, конкретно на примере Magic Apps, это просто редактируется, вот здесь мы ставим нейминг, пересохраняем поток, и все, вместо диплинка мы получаем нейминг-ссылку, нейминг-ссылку вы вставляете в фейсбуке, когда создаете компанию, то есть не непосредственно уже URL на моменте редактирования креатива, где нужно поставить диплинк и выбора приложения, нет, нейминг вы ставите, вот когда создаете компанию, и вот здесь в сабах вы можете прописать свои значения, точно так же у нас было саб-1, там Миша был тот же самый, и саб-2, например, Бух Оф Ра, и при работе с неймингом, опять же, это конкретно с Magic Apps, но там в зависимости от того, как вы будете настроить прилу, где вы будете брать аренду, вы уже на месте решите, вы должны понимать, что эти метки, нам нужно как-то получить в Кейтар, они должны прийти, если они автоматически не передаются, как это было с диплинком, тогда мы должны их настроить непосредственно ссылки нашей компании Кейтара, то есть, мы должны взять эту ссылку, тут, к сожалению, по-моему, редактировать ссылку уже нельзя, вот, но давайте создадим просто новый поток и покажу, вот, наша ссылка, и при работе с неймингом мы показываем, называем сейчас параметр, в котором это пойдет все в Кейтара, допустим, саб-1, равно, и здесь уже в макросе мы забираем и ставим тот макрос, который нам подскажет разработчик привы, ну, то есть, мы должны вытащить из входящего клика какое-то значение, записать его в саб-1, который отправится в трекер, например, ну, конкретно на Magic App это будет, по-моему, если я не ошибаюсь, Magic саб-1, сейчас посмотрю, сейчас одну секунду гляну, Magic, Magic, Продолжение следует... Не знаю, чудным образом не могу найти. Сегодня видел. Но, опять же, это можно все спросить у разработчика. Не принципиально. Метки будут отличаться в любом случае у каждого. Ну, давайте напишем вот так. MagicSub1 и, допустим, второй параметр SubID2, тот же самый MagicSub2. Все. То есть мы показали, что из нашего нейминга первые два саба, которые мы пропишем, мы их заберем этими макросами и в треке передадим вот этими значениями. Почему, допустим, Sub1 и Sub2 удобно использовать всегда? Потому что это базовые значения параметров кейтара. Их даже можно никогда не прописывать в параметрах. Они всегда у нас, вот Sub1, 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 Sub2. Они вот у нас стоят. Мы можем ориентироваться на левую колоночку, на имя вот здесь, Sub1, Sub2. И понимаем, что здесь у нас эти параметры, и точнее имена параметров, они всегда сюда запишутся без проблем. И, в принципе, мы можем их отдельно не называть. Даже если здесь у нас сейчас стоит ClickLead и там PartnerTrackID, в любом случае при использовании SubID1, SubID2 у нас все нормально отработает. Вот. Это по неймингу, в принципе, суть остается точно такая же. Вот. Смотрите, тема сегодня небольшая, по сути, как бы... А, еще один момент. Еще один момент точно, пока не забыл. По поводу получения, по поводу отправки событий обратно. Давайте покажу на примере Magic Apps, то есть, в принципе, как это работает. Для того, чтобы из кейтара отправить какое-то событие обратно разработчику Прилы, вы в трекере все, что можете использовать, это только S2S. То есть, только путем обратного постбэка, там, GET или постзапроса, вы можете передать какую-то информацию вне, то есть обратно разработчику. Для этого, чтобы передать разработчику информацию, нужно, как минимум, всегда, работайте вы с партнеркой, хотите вы отправить клик и какому-то источнику рекламы, там, пуш-сетки и прочее, или даже вот с Прилами, вы должны всегда обязательно знать какой-то, ну, есть список обязательных параметров у каждого источника, которые нужно принимать и отдавать обратно. В случае, для того, чтобы они могли опознать свою установку, свой клик и так далее. В случае с Magic Apps, это параметр External ID, он вот так вот забирается, допустим, вот, точнее, External ID мы называем в трекере, а макрос под него вот такой, UIT. Мы его передаем либо с DeepLim, либо с Naming, неважно, но мы обязательно его передаем на Guitar. Здесь у нас External ID уже прописан, потому что он является одним из базовых. И у нас будет в Xerl приходить какое-то значение. Соответственно, когда мы используем PostBack, мы должны будем обязательно передать какое-то имя параметра, которое примет теперь уже Magic Apps, ну, например, в нашем случае, там, Name, да, равно. И мы забираем его из External ID. Это просто базовый принцип, по которому любой S2S работает. В случае конкретно с Magic, у нас, сейчас скажу, какая ссылочка есть, например, на примере одной какой-то покажу. Вот регистрация, события, покупка есть, это в их мануале. Прошу прощения, не скопировалось. Вот, сейчас покажу полностью, как ссылка выглядит. Адрес Magic Apps тех, API V3. И вот здесь наш Any параметр, видите, Any параметр. Any параметр – это как раз-таки они хотят видеть ID их клика. Так как он у нас External ID, мы вот так его и прописываем. External ID. И события Custom, Custom покупка. Вот. На каждый Postback мы можем его так добавить сюда. Здесь выбрать, допустим, Sale, условно, статус Sale. И сохранить это. Нужен еще один статус. Добавляем еще один линк. Здесь вместо события покупка у нас будет, например, там, FB Complete Registration. Вот. Это все статусы вы всегда возьмете у разработчика. То есть, когда разработчик настраивает свою прилу по API, вот, или там через сервер сайта SDK интегрирует, настраивает ее с Facebook. Если у него есть возможность передавать ваши статусы, либо это партнерка, у которой тоже иногда бывает возможность, и надо им отправить данные, вы уже непосредственно сами статусы спросите у них. Вот. Наша просто суть в чем? Показать, что за счет S2S компании вы можете выбирать отправку, именно при каком статусе это сработает. И, естественно, не забывать передавать обязательные параметры, которые вы получили от самой привы, для того, чтобы они опознали свой клик, либо свой инсталл. Вы это сохраняете, и все, это все работает. Вот в таком ключе. Смотрите, как на Magic проверить диплинку, открывают ли оффер вообще или нет. Есть на Magic вот такой инструмент, проверка диплинков, но я не знаю, сработает ли на нашем, потому что, по-моему, нет, потому что у нас полный тест здесь. Это тестовый аккаунт, специально был заведен для нас, для Китара. Вы можете уже непосредственно в поддержке спросить. Собираете дип, вот. Сюда вставляете дип, как в Facebook, генерируете QR и просто на QR наводите телефон, например, и он генерирует, сразу вам показывают открытие в приложении. Но это вам поддержка расскажет, в принципе, там ничего сложного нет. По сути, по сегодняшней теме у нас все. Я просто думал, народу будет побольше, и будут вопросы, потому что в поддержку много вопросов сыпят. Как раз-таки была идея сделать вебинар о том, чтобы более подробно об этом рассказать. Я бы на все, в принципе, интересующие вопросы ответил. Смотрите, еще сегодня в начале был вопрос по поводу, если я говорил, если вы работаете, уже у вас веб-вью встроенный. Если у вас уже в приложении встроенный веб-вью, вам надо зайти в интеграции и выбрать метод, который умеет отправлять контент на ваш сайт. Это либо JS скрипт, либо PHP скрипт. Вот они оба, клиент PHP и клиент JS. Это те скрипты, которые умеют по запросу отправлять какое-то содержимое из трекера на ваш ресурс и делать тем самым замену контента. Как работает клиент PHP JS, мы уже сто раз рассказывали. По сути, вы можете просто открыть наш блог, написать блог кейтара, например, там JS клиент. И попадете на большую статью по клиенту JS. Здесь все написано подробно, как это работает, как настраивается. Есть такая же аналогичная статья по PHP клиенту. Суть в том, что вам нужно на этот веб-вью подключить свой клиент. И принцип остается тот же самый. То есть идет запрос на трекер, трекер отправляет контент и на вашем удаленном сайте, который завернут в привилку, который его вызывает при переходе через диплинг, например, то есть при срабатывании защиты на бота, вызывается контент из трекера. Все, по-другому никак это не сделать. Другие способы интеграции кейтара с приложениями на данный момент нет. Вы либо дергаете URL-компании, либо непосредственно вы сами должны интегрировать в привилку, если у вас есть возможность, если вы занимаетесь разработкой и хотите это сделать. Уже скрипт какой-то интеграции, как по принципу с обычными блейдингами. И он будет удергивать контент, делать замену. Органику разбирали, я пропустил вначале. Там синтетично по настройке параметров. Нет, по органике, ну в смысле, да, по настройке все идентично, но по защите от органики это должен вам уже разработчик непосредственно подсказать привы, как они это делают. Как правило, органика, она идет без меток, вся приходит. И уже в зависимости от того, у кого вы привы арендуете, вам уже там либо на это скидку делают, либо, ну вы сами договариваетесь, ну она пойдет без меток в трекер. Ну в 90-м случае, по крайней мере, я знаю, сколько я кейсов разбирал, вся органика, по ней идет просадка по меткам в любом случае, то есть автоматически. Разработчик может сделать так, чтобы даже по органике, то есть если меток в входящем реквесте нет, они подставляются какие-то дефолтные. Но, как правило, этим никто не заморачивается, и органика точно так же приходит один в один. Просто у нее нет дополнительной статы. И если вы работаете в команде с несколькими там байерами, вы не сможете понять просто конкретно, кому это конверсию присваивать. Надо уже просто это между собой внутри решать, допустим, делать, я не знаю, какой-то общий деп на всех, потом делить его, ну это уже решает непосредственно овнер самой команды. А так по принципу настройка та же самая. То есть ссылка, она заворачивается непосредственно в Прилу, а уже как Прилу отработает, это зависит от разработчика. То есть если она ловит органические переходы и им тоже показывают оффер, это уже как бы вопрос к разработчику. По правильному как делают, то есть разработчик по правильному, он ставит определенную защиту для того, чтобы ссылка оффера, которая заворачивается, то есть подмена, она срабатывала, допустим, только при открытии через диплин. Естественно, органика никак через диплин к вам не попадет. Если же разработчик оставил лазейку, либо не доглядел, либо это было специально сделано, и у вас срабатывает ссылка оффера, по сути, как бы для вас это даже плюс, то есть вы получите больше трафика на ваш оффер. И я очень знаю, статистика говорит о том, что достаточно много органики оставляет конверсии на самом деле, то есть даже тот трафик, который ты не покупаешь за деньги, он тоже приносит конверсии. И если их апрувят, партнерка их апрувит, и в принципе это даже плюс. Только единственное, что куда ее уже списывать, на кого, какому офферу за нее, то есть награду давать, это уже должен разобраться на самом деле с командой. Ребята, если есть вопросы, пишите еще. Да не за что. Я бы с радостью еще ответил, если были вопросы, но почему-то не хотят на онлайн идти, ребята, хотя в регистрации больше 200 желающих было, но сегодня напоминалочка сработала, я знаю, всем отправилась. Но онлайн у нас не получился разворот. Все, хорошо, спасибо за присутствие тем, кто пришел. Завтра, смотрите, мы разберем баннерокрутилку. Немножко поклацаем кликапи, я покажу, как на примере кликапи можно делать запросы в трекер с удаленного сайта, не используя скрипты интеграции. И за счет этого, опять же, отображать тот или иной контент, только не из трекера, допустим, а уже делать разбив непосредственно на вашем удаленном ресурсе. То есть мы будем использовать сам Кейтара просто как валидатор на проверку того или иного условия. Это можно тоже делать через кликапи, я завтра это покажу. И в зависимости от этого мы будем открывать те или иные баннеры. Покрутим немножко баннеры в разных местах, покажу, как делать мультибаннерность, почему одни кейсы работают, там при других у нас идет потеря статистики. Ну и в принципе все, завтра будем в таком ключе работать. Завтра чуть-чуть посложнее и подольше будет. Сможем распределять правку лидов в Google таблицу по API или может быть где-то статья у вас в блоге. Отправку лидов. Хорошо, смотрите, статьи у нас нет. Что нужно получается? Какой кейс? Есть статистика в трекере и нужно отправлять эту статистику по API к вам на сторонний адрес, как я понимаю, правильно? Так, хорошо, мы можем в принципе использовать пост-запрос на какой-то адрес, например, и этот адрес будет, либо дергать вебхук. Ага, мы можем дергать вебхуки, я покажу, хорошо, наверное, в пятницу, я думаю, в пятницу у нас такой уже будет последний день, там будет небольшая соляночка, там JS будет, конструктор будет, в принципе, либо завтра посмотрим по нагрузке, как по времени будет. Могу показать, как это сделать, есть неплохой вариант через хуки, даже относительно, по-моему, условно бесплатно можно настроиться, вот, и в принципе, да, это быстрое решение, это чтобы не программировать, чтобы не залезать в дебри, и не писать свои скрипты, которые будут по админапи выдергивать статистику из трекера, и потом ее грузить в какие-то таблицы, там, можно, в принципе, так как это Google таблица, то там можно через вебхук сделать, и хорошо, я запишу себе, возможно, даже завтра, если у нас по времени получится, я быстренько покажу, как это делать. Все, ребят, запись останавливаю, всем спасибо, всем хорошего вечера, давайте, до завтра, если будете присутствовать, запись, вебинара будет на YouTube. Все, всем счастливо. надо.